Самоосознание слова это касается непосредственно нас. Это понятно, что мы сами себя должны осознать. Истина это фактически цель, которой мы идём, мы идём к истине. Ну, по крайней мере, разумные люди идут к истине. Есть люди, которым всё равно, и для них истина совсем другая, мы об этом будем говорить. И третье слово это чистое восприятие. Это то, что связывает нас с истиной. Должно быть чистое восприятие для того, чтобы мы смогли, занимаясь самоосознанием, прийти к истине. Потому что все эти три составляющих, они очень важны. Вы говорили, да, идеи? То есть самоосознание это мы, истина это наша цель, чистое восприятие это процесс, благодаря которому мы сможем прийти к нашей цели. Теперь, кто как понимает самоосознание? Я хотел бы ваше мнение услышать. Давайте, кто не против? Понять, кто мы. Понять, кто мы, да? Тело или душа. Еще варианты какие? Тело или душа? Наше место в жизни. Так, еще какие варианты? Вы говорите? Зачем пришел в это? Предназначение, да? Еще какие-то, давайте. Еще варианты. Есть? Есть варианты? Молодые люди. Какое у вас понимание слова самоосознание? А? Ну, в общем, цель в жизни, да? Повторили. Цель в жизни. Нет, мы говорили, что цель это истина, да? А самоосознание то, что касается нас. Ну, смысл вообще, смысл жизни. Как мы проявляем себя? Как мы проявляем? Мы уже специально ввели понятие, что это восприятие, да? Может быть чистое, нечистое, но есть понятие восприятия. То, как мы проявляем себя, да? Но самоосознание, да? Еще какие варианты? Миссия. 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 Супер слово. Миссия, да. Кто я? Да, еще еще какие-то вещи. Связь с Богом. Связь с Богом. Уже серьезнее пошли эти заходы такие. Еще есть какие-то варианты. Не стесняйтесь. Мое место в этой жизни. Мое место, да? То есть, принципе, сейчас мы все говорим о чем. Вот сейчас все было сказано все про. В принципе, задача заключается в том, чтобы понять реально наше местоположение, да? То есть, наше предмозначение. Все эти слова и все правила. То есть, идея вообще понять, для чего мы вообще здесь есть. Осознать, что мы душа. Да. Осознать, что мы душа. Да. То есть, тоже это важно. То есть, идея заключается в том, что нужно понять все-таки, какая наша точка. Вот представьте, ситуация такая, да? Человек заблудился в лесу. Очень простой пример, да? Человек заблудился в лесу и ему нужно выбраться из леса, да? То есть, что он будет делать человек? Как? Или в пустыне, в принципе. Что ему надо делать? А? Идти туда, налево, потом направо и идти, да? Как? Как? Ориентирование на местности, кто-то занимался какой-то? Как? 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 То есть, нужно понять все-таки вообще, где я нахожусь-то вообще, собственно говоря? То есть, где я нахожусь? Что меня окружает вокруг? Можно это есть пример, да? Или можно на этом спать, что ты? Можно ли это пить, да? То есть, нам нужно понять вообще, что вокруг нас происходит. То есть, самоосознание это подразумевает понять вообще, что вообще происходит, да? И тут сразу возникает очень много вопросов, да? Очень много, почему я, к примеру, испытываю какие-то страдания? Почему я испытываю счастье, да? Ну, счастье, в принципе, мы не задаем вопрос, почему мы испытываем счастье, да? Потому что счастья всегда мало, а страданий всегда много, да? Поэтому мы в основном задаем вопрос, почему я так много страдаю, да? Почему тело болит, да? Почему, скажем, денег не хватает. То есть, много вопросов, которые мы задаем. И мы задаем их, можем задавать на совершенно разном уровне. То есть, люди, мы просто задаем вопросы, животные, они тоже задают вопросы, да? У них есть тоже вопросы. Вопрос у них появляется, да, когда уже животное пустое, они просто берут и хватают что-то, да? Делают что-то, да? То есть, у них очень короткий промежуток между действиями и мыслями практически незаметными, да? Инстинкты, да? Человек, он тоже может действовать на уровне инстинкта, да? В Гринце есть четыре инстинкта. Четыре инстинкта есть у человека, основных. Это есть, спать, защищаться, заниматься сексом. Четыре основных инстинкта у человека. Животного и человека. То есть, если человек вот действует просто на уровне этих четырёх инстинктов, то что обозначает? Животный. А в чём отличие тогда, собственно говоря? Ну, хорошо, то есть, животное, оно спит под деревом, да, оно спит на кровати, да? Но принцип, принцип, он остаётся один и тот же, абсолютно. То есть, мы, может быть, что-то готовим такое более вкусное, чем едят животное, да? То есть, животное, они едят сырое мясо, не ружье, да? Очень большое отличие. То есть, в чём суть остаётся одна и та же? Четыре принципа. Четыре принципа эти, они присущи человеку и животному. Теперь вопрос. С чего же начинается самоосознание? Или можно ли сказать, что задача заключается в том, чтобы понять, как лучше делать эти четыре вещи? То есть, фактически, вся наша жизнь, она состоит из того, что мы очень тщательно трудимся, прилагаем усилия, неимоверные усилия для того, чтобы улучшить все эти четыре вещи. То есть, ну, я правильно говорю? Кто-то не согласен? Давайте обсудим. Смотрели, на каком мы сегодня мы находимся? Мы пока не дошли. Мы дошли до того, что на реальном уровне сознания пока. О том, что на реальном уровне сознания, что нас беспокоят эти четыре вещи очень сильно. Где мы будем стать, что мы будем есть, как сделать так, чтобы у нас была защита какая-то, да? И как достаточно много заниматься сексом. Вот эти вещи, наши четыре, они очень сильно беспокоят. Но это беспокойство на уровне животного. Теперь, само сознание, это означает, что все-таки понять нужно, да? В этом ли смысл жизни? То есть, в чем смысл жизни? И сейчас мы оставим немножко само сознание, если есть вопросы, да? То есть, какие-то проблемы, которые мы будем слушать. Если есть вопросы, то мы стоим вопросом. Если нет, то мы пойдем дальше. Возмущение есть? Негодование, возникшее в вашем сердце, умея есть? Нет? Нет? Приятно, что я согласен. Теперь мы поговорим о чистом восприятии. Что же такое чистое восприятие? Нам нужно понять сейчас не цель пока, нам нужно понять процесс восприятия. То, что мы говорим о том, что нам нужно понять, где мы находимся. Для того, чтобы понять, где мы находимся, нужно обладать правильным восприятием реальности, да? То есть, к примеру, у сумасшедшего, в сумасшедшем думе одно восприятие. У, к примеру, водителя за рулем у него совершенно свое восприятие. У матери у него свое восприятие. У всех разное восприятие нет. Да как же понять истину? Что же такое чистое восприятие? Варианты ваши хочу услышать. Что значит чистое восприятие? Из чего оно начинается? И как оно проявляется? Ну, какое-то знание. Ну, у вас одно, например, какое-то знание. У каждого мысли человека считают, что должна быть своя философия. Из чего? Из потребности. Ну, они же разные люди. Вы знаете, так мы, как бы, до истины не доберемся. То есть, если мы будем оттавливаться от потребности, да, и от индивидуального, просто индивидуального восприятия, то мы далеко не введем, потому что, в конечном счете, мы просто будем принимать в том же состоянии, у нас не будет ничего общего, у нас не будет никакой единой цели, мы просто будем, каждый будет, ну, как это у нас обычно и происходит, что каждый делает то, что он считает нужным, в пределах разумных некоторых органов действует даже, и не в пределах, и не в разумных пределах. Для этого у нас есть определенные органы, которые этим занимаются, да, то есть правоохранительные, и так далее, или же сумасшедший домарец, кто выходит за пределы. Вот так, что же такое чисто восприятие? Ну, один вариант. Да. Что-то ответственное. Ну, видите, да. Основные. Ну, я уже упустила эту мысль. Истины надо. Как можно оттолкнуться от истины, если у нас нет правильного восприятия? И что вы поймёте? Если у вас нет чисто восприятия? Что-нибудь. Вот, да, это что-нибудь мы поймём. Что-нибудь. Вопрос, что мы поймём? Мы об этом говорим, что чистое восприятие. Какое понятное у вас? Нет. Да. Ну, сейчас на первом классе я буду спрашивать. Если руки не поднимаете, я буду спрашивать. Адекватное какое-то восприятие? Адекватное. Неприцепленное к чему-то. Уже вот прям вообще... Чисто восприятие на уровне инстинкта? Не может быть такого. Неприцепленное к чему-то. Отсутствие стереотипов. Ты сейчас подождите. Вот мне понравилось неплохое начало у девушки. То есть адекватное восприятие. Неприцепленное хорошее слово. Потом, по очереди, а то и путается в моем мозге. Вы что это сказали? Не вижу, что такое истина поможет. Но истина восприятия. Вот для того, чтобы понять, что такое истина, то есть мы должны обладать правильное восприятие. Вот смотрите, даже человек, вот он посмотрит на эту доску, да, и все увидят совершенно разные. Кто-то увидит синий свет, кто-то чёрный, кто-то каратный, кто-то белую доску заметит, кто-то чёрный. У всех будет совершенно разным. Это же истина правда. Это серьёзный вопрос. Вы что-то говорили? Я буду исследовать каких-то условностей, вот чисто местных. Какое-то внутреннее знание. Абстрагироваться? Да, где-то ещё вариант. Тут кто-то что-то говорил. У меня шло отсутствие стереотипов. Это тоже неплохо звучит для отсутствия стереотипов. Это когда ты воспринимаешь действие только как действие, и не выражаешь в нём никакого осуждения, не сравниваешь. То есть вы как камень, да, получается? Вы предлагаете нам стать камень, то есть не выражать никаких суждений. А как же, как это там? То есть если что-то происходит, у нас должно быть. Вопрос о том, что оно должно быть правильным, это суждение? Ну, чтобы быть правильным, надо иметь знамера. Мы сейчас пытаемся выяснить, это на самом деле важно. Мы должны определиться вообще, что значит чистое вообще. Что означает чистое? Вот что значит чисто воспринимать, что это значит чистота вообще? Что это такое? Безоценочное. Безоценочное. Тогда как вы можете перемещаться в этом мире, если вы будете оценивать ничего? Тогда вы не сможете выбирать какое-то направление. То есть вы должны оценивать вопрос в том, какова ваша оценка. То есть, к примеру, один человек берёт нож, он его оценивает как способ убийства. Другой берёт нож и оценивает его как возможность приготовить что-то вкусное. Третий оценивает это как возможность что-то сделать. Но то, что не принесёт придаст в рабочем чувстве, ну, допустим, может быть, а другой, то что принесёт, то есть не порешено. Ну, это есть такое, возможно, да, то есть, ну, это не факт совсем. То есть, вообще не факт. Иногда то, что правильно, оно принесет вреда к окружающим. А если, например, человек защищает Родину, то он правильно действует или неправильно? Он же причиняет вреда к окружающим. Мы же не... Этот окружающие принесут ли те, кто нападает, то есть можно защищать от этого тоже. Поэтому это не факт совсем. Ну, ладно, мучить не буду. Попробуем, как бы, понять погружше, да? Что вот эту вот тему, вот девушка, которую затронула, очень важна. Адекватность, да? Понятие адекватности, оно очень такое. Психиатр, наверное, занимается очень адекватностью, да? Вот. Но мы сейчас рассматриваем с точки зрения лет, что же такое адекватность, да? И в абсолютном смысле слова адекватность, это тот человек, который свободен от материальных желаний. Он по-настоящему адекватность. Почему? Вопрос к вам. Почему? То есть это утверждение, утверждение вреда. Почему? Если мы возьмём, к примеру, нас святых, да? Терафим Саровский, да? У меня все уходили по-людению. То есть много-много личностей святых, они жили в удалении, да? Они жили очень простой жизнью. Ну, понятно, зачем это надо вообще? Зачем? Недавно я видел тень, там рассказывали про одного христианского святого, который носил шестнадцать кудов цепей, он обладал очень глубоким уровнем, я не скажу, двигающее, то есть там много-много не совершенствовал. Для чего он носил эти шестнадцать кудов, это сколько? Это же 16 килограмм. Двести пятьдесят шесть. Двести пятьдесят шесть килограмм. Представляете, он всегда носил здесь. Единственное, что когда были какие-то святые праздники, он одевал более легкие цепи у него были, по-равнаме, я не знаю. Они были чуть-чуть легче. Килограмм, по-моему, 110 или 120. Он очень ходил в простую жизнью. А святой Франческо смотрел? Ну, видел? Ну, хороший человек смотрел. То есть непонятно. Если вот так вот смотришь, вот так вот из-за страны, и просто речь идёт о сумасшедшем человеке, который ходил до сих пор по снегу, который полностью ввёл себя вообще как бы от всего отказываться. Полностью от всего отказываться. В чём цель-то? Так от цели заключается в том, что он внести чисто и не спредел. Почему? Потому что материальное желание, когда наше сердце полно материальных желаний, оно напичканное материальное. У нас очень много желаний. Миллионы желаний. Это признать, что их бесконечное число. И с точки зрения бед у нас эти желания, они формируются не в детстве, как кто-то говорил. Эти желания формируются много жизней. То есть, говорится, ум человека – это то, что переносит из одного тела в другое наработки какие-то, желания, удовлетворённые желания. Это всё копится. Много-много жизней. И мы приходим сейчас, уже сейчас можно увидеть, дети приходят, у них сразу определённое желание есть. Определённые способности есть. Определённые наклонности есть. У всех они разные. То есть, вот эту обусловленность мы приносим с давних-давних пор, очень издалека. И вот эта обусловленность, эти материальные желания – это то, что сковывает нас. Это признаёте или не признаёте? Почему? Давайте сейчас, если можно, поговорить об этом ещё побольше чуть-чуть. Пример сильных материальных желаний. Например, если мы берём болезнь, есть такая болезнь. Вообще говорится, что официальная такая информация, что, в принципе, у нас в 60% населения, скорее всего, они немножко, наверное, не в себе, да? То есть, это официальная информация. В 60% даже, на 70%. То есть, это как проявлялось? То есть, есть такой планет, полиграва текущей шизофрении. Слышали? Невозможно расползнуть. Невозможно расползнуть. Ну, что, нормальный человек. То есть, всё нормально. Но иногда бывают навязчивые идеи у человека просто. Вот им поставил свою цель. Кстати говоря, практически известно, что многие очень-очень могущественные люди, они больны им этой болезнью. Почему? Потому что у них, когда появляется какая-то идея, какая-то цель, они идут на любыми способами. Несмотря ни на что. Любой нормальный человек, он не сделает эти вещи. У человека, у него есть идеи, он идёт на всё, на достижение какой-то цели. То есть, это адекватно. Он может быть, в принципе, очень адекватным. Он может чётко взвешивать, кого убить, кого не убивать, чтобы продвигаться дальше. То есть, он очень хорошо это знает. Что с кем сделать, должен достичь своей цели. Но он больной. Потому что у него нет правильного восприятия. Потому что у него есть какое-то желание, которое полностью им завладевает. Так кто же тогда получается этот человек? Этот человек – это не личность, это желание. У нас у всех какие-то свои желания, очень много желаний. То есть, у нас разные желания, они проявляются по-разному. И составляют в нас действия по-разному. Поэтому не может быть чистого восприятия, когда у человека есть какое-то сильное желание. Когда у человека становится очень сильное желание, он попадает куда? Вот, например, у человека, у него мания величия. Он настолько проявляет, что подумает, он говорит, я на поливах. Я президент. Он говорит, Вася, очнись. Какой-то президент. Кто там работает? Нет, я президент. Куда его заправляют? Понятно? Куда? То есть, получается, о чем я вам хочу сказать, что у чистого восприятия, как таково, у него есть градация определенная. Это не то, что это черно-белое. Вот это чистое восприятие, это нечистое восприятие. Мы можем сказать, вот формулируясь на основе бед, мы говорим о том, что абсолютно чистое восприятие, это абсолютная свобода от материальных желаний. И многие думают, что это значит, человек как раз как камень. то есть, у него ничего нет внутри. Просто как-нибудь нет, у него есть желания очень много, они связаны с истиной, с добром, с духовностью, у него очень много желаний. И эти желания владеют им. Поэтому человек, у него есть желания, но просто они другие. Они другие, они как бы не основаны на чем. В чем разница, если он сказал? Ну, в чем разница? У него идея была достичь каких-то высот, или же у человека идея достичь абсолютной силы. В чем разница? Ну, что один шизофрение, что другой шизофрение. Что один ненормальный, что другой ненормальный. Но чтобы определить, потому что на самом деле, может быть и так, если вам нужно говорить о открытом тексте, что иногда приходят люди, у них мания и абсолютная истина. То есть они ненормальные. То есть они очень непонятные. То есть тоже неадекватные. В чем разница между святым, который сосредоточен на абсолютной истине, и обычным человеком, который сосредоточен на внутренних желаниях. В чем вот эта вот суть? Четкое отличие, когда мы можем... На самом деле это несложно видеть. Несложно это поднять. В чем отличие? Ну, шизофрение, наверное, на себе только. Средоточено. Вот эта суть. Я прямо в точку попал. С первого раза. То есть разница заключается в том, что человек, который исполнил материальное желание, он полностью сосредоточен на себе. И потому он ограничен. Человек, который сосредоточен на абсолютной истины, он себя, как христианский святой, заковывает в цепи. Осознанно он это делает. То есть он... Ну, это вопрос, он не простой, но идея заключается в том, что он ограничивает свои потребности, свои желания, свои устремления материальные для того, чтобы не быть сосредоточенным на себе. Это очень просто понять. Например, если мы возьмем, ну, я не знаю, точку. Я нарисую точку, да, и вы должны будет на ней серьезно сосредоточиться все. Вот сейчас давайте. Точку нарисуем. Квадрат малейший я не буду рисовать. Вот, я нарисую точку просто. Вот. И вы на ней все сосредоточьтесь. Только серьезно сосредоточьтесь. Вот на этой точке сосредоточьтесь. Чем больше вы будете на ней сосредоточиваться, тем меньше вы будете замечать, что происходит вокруг. Чем больше вы будете слышать звуки, которые будут вокруг вас. Люди, которые могут проходить мимо вас. То есть это все будет проходить мимо вас. Почему? Потому что вы сосредоточены на одной точке. Это одна точка, это мы сами. Вот. До тех пор, пока человек вот так вот безоговорочно посредоточен на себе самому, и чем более он сосредоточен на себе самому, тем более он не здоров. Это очень просто понять. Это очень простая вещь. Очень простая. Более того, сейчас в нашем обществе, в принципе, пропагандируется вот такая сосредоточница. Понимаете? Все больше и больше. То есть все слышит от того, что нужно просто думать о себе. Не надо ярко думать. Зачем такому ты думаешь? Я говорю, ты что такой дурак вообще? Зачем ты вот кому-то помогаешь? Что, что делаешь, что ли, нет? Я говорю, делами займут. Добрых людей их меньше и меньше становится. Доброта, она уже не в моде добро. В моде это, как это, втюкать как можно дороже брату ближенному своему. И это нормально. То есть все больше и больше сосредоточенность просто на себе, на своих амбициях, в своих делах. Чем больше люди сосредоточены, тем больше общество становится как стадо. То есть люди превращаются в просто бездумное стадо, которое мучает проблемы. То есть люди сосредоточены на себе, это значит, что у них есть четыре инстинкта, на основе которых они действуют. Потому что эти четыре инстинкта призваны удовлетворить этого человека. Соответственно, если он сосредоточен на четыре инстинкта, то он очень просто управляет. Как собака, да? Собака, которая дрессирует, да? Всегда есть прикормка. Иди сюда, сделай это, на тебе сладенько. Сделай это, на тебе сладенько. Собака понимает, что если я буду это делать, то мне будет сладенько. И вот сейчас все устроено таким образом, что мы именно действовали по определенной заданной траектории. И нам говорят, что если будет действовать так, то вы получите сладенько. То есть вы получите богатство, положение, еще какие-то вещи. Вы будете себя хорошо позиционировать в обществе, будете красивы. У вас все будет. Делайте так. А на самом деле в этот момент, когда мы все это слушаем, просто на нас зарабатывают деньги. Создается имидж нереальный. Вот это вот имидж сейчас. И в интернете, когда заходишь, даже почту получить, везде про похудение говорят. Бедная женщина. Я всегда когда вижу, мне так вот на это больно смотреть. Честное слово. То есть нормальное состояние никому уже не интересует. Сделали какой-то, показали этих больных девушек, которые сильно худые, которые уже всем давно известно, чем они, и как они болеют, и сколько они проживут неизвестно, и как они помирают, тоже все знают. Показали их. Прорекламировали это все хозяйство. И вокруг этого гигантской индустрии, которая говорит, что вы должны стать такими же, как они. И все платят безумные деньги, потому что постоянно... Хотя на самом деле, в принципе, это невозможно просто. Потому что люди получают разные тела. То есть, в реальном мире у всех разницы, кто-то более толстый. То есть, как уж получилось. Вот кто-то может есть, и ему все равно. Вот я, если на ночь просто воду пью, я просто вес не беру. Я ничего, только удел, у тебя кто-то есть. То есть, ну, такой вот. Здесь у меня вся семья по 130 килограмм. Я сам накидусь. Ну и что угодно ты можешь делать, но все равно склонность, она такая остается. Можно как-то это регулировать, но зачем из этого делать какую-то проблему большую? Люди думают, что если они станут как-то баллоны женщины, то их обязательно полюбят. Ну, посмотрите, хоть одно жизнеописание такого худышка прочитайте. Что там есть? Да ничего там нет. То есть, один миф только. Миф для того, чтобы у нас заработать деньги. На этом все основано, сейчас все полностью на этом основе. Поэтому, если мы говорим о чистом восприятии, если мы говорим о чистом восприятии, это означает, что мы должны научиться и сосредотачиваться на своих желаниях. Но это вопрос непростой. Почему? Потому что это наше… То есть, в многие жизни мы накапливали определённое желание, определённое устроение. Просто взять и вычеркнуть из себя невозможно. Для этого существует процесс самоосознания. Сейчас мы должны соединить эти две вещи. Самоосознание и чистота восприятия. Процесс самоосознания, он заключается в том, чтобы мы поменяли неправильные вещи на правильные вещи. Чтобы мы смогли сориентироваться правильным образом. Чтобы мы перестали думать, что то, что нам кажется хорошо, является тем, что хорошо. Чтобы мы могли просто сориентироваться в пространстве и понять, что же такое хорошее. Если взять в Бакалаките, в Бакалаките есть там такое высказывание очень хорошее. Горится, что есть люди в трёх гунах материальной природы. Гуна – это значит качество. Есть качество невежества, качество страсти и качество платы. Слышали мы? То есть и качество пуды. Говорится, те, кто у невежести, они всё время путают. Хорошие с плохим и плохое с хорошим. То есть они постоянно находятся в запутанном состоянии. Те, кто в страсти, они, может, и понимают, что такое хорошо и что такое плохо, но они действуют на основе просто своих желаний. То есть желаний и поэтому, на самом деле, они, может быть, и разбираются, но у них вкусы неправильные. Ну, неправильно. Вот как у меня к знакомому приехал друг у него, китаец, и я зашёл к нему, открыл холодильник. Вы знаете, я чуть не попал. Там такой гоня оттуда пошла, эти колодины. И тот говорит, что ты знаешь, он привёз с собой супер-соус. Я говорю, что это за супер-соус, который, говорю, канализация парня. Он говорит, я тоже есть не могу, но он привёз его специально для меня. Я говорю, классно, и что это за супер-соус? И он рассказывает, что у них в деревне, где он живёт, у них возле каждого дома стоит чан. И этот чан дезумен уискранник. И в этот чан они кидают всю живность, которую они находят. Они кидают в этот чан всё живое, всё, что полует, всё, что умерло, всё они кидают в этот чан. И всё это стоит, как бы, готовится. Тепло, солнце, то есть в чане уже есть. То есть это всё приготавливается, 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 и в конце концов они открывают краник и сливают оттуда некую жидкость. Вот смотрите, вот они не знают, что они делают с ним потом, да, то есть как-то это всё вот, потом они кипятят это всё, как-то обрабатывают. Это вот приправа корейского, пахнет, я вам скажу. Вроде. Супер просто вообще. Вот. Если вы не едете в Китай, кто-то может ездить в Китай, то есть у них, к примеру, тоже есть такой ресторан, в котором вы можете попробовать скорпион. Причём они отрубают им хвосты, тут же поджаривают, и видите, говорите, очень хорошо отправление помогает. У кого давление? Прошу. У нас в Китае за скотинами. Сразу падает. А? Сразу падает. Ну, не знаю, насколько сразу, то есть падает или вы потом, но ходят люди, едят. То есть вкусно. Ну, говорю Маку, у людей есть определённые вкусы, да. Вот. И у нас тоже есть определённые вкусы. Хотя они, в принципе, в нашем обществе уподобимы, но у них тоже эти вкусы уподобимы. Но есть вкусы святых, которые наши вкусы, подобно как нам, эти вкусы китайцев, понимаете. То есть у святого, если человек стремится к богатству, к славе и почёту, он считает его сумасшедшим. Ну, какой смысл, когда я сейчас стремиться, потому что тебе 70 лет от силы, там, через 70 лет ты с собой ничего не заберёшь. Вот, а другие вкусы у святого. И этот вкус другой, да, вкус другой, он приходит только в процессе правильного самоосознания, то есть процесса определённой духовной практики, да. Когда человек, он, его очищается, он исключается. Есть человек бурной благости, это уже ближе к святости, да. Бурной благости, это значит, что человек, он хорошо понимает. Что такое хорошо, что такое плохо, да. Он это различает. Что там? Но это его различение основано не просто на его восприятии. Благодаря тому, что он свободен от материальных желаний, да, говоря о том, что есть чистота восприятия, он способен понять, о чём же говорят очень древние книги, да, о чём говорят святые, да, о чём говорят высшее величество. Он это может понять, и он учится, он старается и начинает правильным образом действовать. Это человек бурной благости. То есть у него вкусы совсем другие. Он и есть мясо, да. То есть я на веках не слышал. То есть он любит овощи, он любит природу, да. Он любит спортом заниматься, да. То есть любит, как бы, рано вставать, рано ложиться. То есть вкусы другие в жизни совсем. Причём это не то, что он себя заставляет, да. Ну не надо, вкус другой, ему это нравится, понимаете. У него совсем другие вкусы. Поэтому, когда мы говорим о чистоте восприятия, да, это означает, что нужно развивать правильные вкусы. Это целая большая наука, как развить правильные вкусы, как заниматься самоосознанием, чтобы развить правильные вкусы. Понимаете, да? Чтобы был правильный вкус. Чтобы не нравились правильные вещи. Ну, интересно, так вообще. Вопросы есть? Как в нашем современном обществе нужно быть совершенно свободным, как материальным желанием? Желание на самом деле в городе, на дереве. Ну, заходим в люди. Да. То есть, это невозможно. И это первый вопрос. Второй вопрос. Ведь мужчина-женщина на разуме. Мужчина-женщина на дереве. В том, что в любом случае даже вот разрушает. Потому что надо растить детей. На даже моментально, когда они летят бывать, эти образования. Я, когда я сегодня говорил, что мне надо быть матери. Я где-то сегодня на лекции сказал это. Я сказал, что нужно освободиться от внутреннего обливания. Это другой вопрос. Можно уйти, конечно, в Гималайю. Не-не, а это не поможет, вы знаете. Это вот вообще не поможет. Вот это большая иллюзия. Человек думает, что раз я живу в этом обществе, то я не могу освободиться от внутреннего компетического тепла. Это большая иллюзия. Вопрос есть в том, что у человека были правильные приоритеты в жизни. То есть мы говорим сейчас об этом. То есть, естественно, что процесс, скажем так, эволюции сознания человека, от сознания животного до сознания святого, оно очень непростое, очень битерное. Более того, вот это та же самая ситуация, описанная в Багове Гидии. Кто-то читал Багове Гидии? Читали? Какая там ситуация? Очень простая ситуация. Там ситуация в том, что стоит воин Аджуна на поле Гидии. Он попросил Кришну выехать между двумя армиями. Он плачет. Великие воины могут с тысячами сражаться. Говорится, он даже на высшие планеты отправлялся и побеждал великих полубогов там. Те, которые отвечают за Солнце и Луну и так далее. Очень много. Он сидит и плачет. И вот что он говорит? Он говорит, как я могу сражаться и убивать Солнце? Он сидит просто и плачет. И лук у него упал, его гандилы, как я ему дал Царь Небес. Говорит, как я могу убивать? Я лучше убью в лес. Я лучше убью в лес. Я лучше убью нищего леса. Хорошие позывы, да? Замечательные позывы. Зачем я буду сражаться? Я лучше пойду в лес. Но самое интересное, самое интересное, что Кришну ему говорит, ты вату отправишься в лес. Он говорит, как? Я буду убивать и я вату отправил. Он говорит, нет, ты отправишься в лес, потому что ты не исполнишь свои обязанности. А Джуна не начал эту войну. То есть он не начал это сражение. Это начали другие. Он просто был заложником ситуаций, он был вынужден идти сражаться. И он не хочет этого и делать. Он не хочет абсолютно этого и делать. Тем не менее, ему говорят, что если ты не будешь этого и делать, то отправишься в лес, потому что ты не исполняешь свои обязанности. Поэтому, когда мы говорим о развитии человека и его эволюции сознания, начинается с того, что мы все безответственны. Потом у нас появляется ответственность, как материальная, так и духовная ответственность. И после того, когда человек, что такое вообще ответственность или долг? Долг – это начальная стадия освобождения от материальных желаний, от эгоцентризма. Потому что обычно, когда мы говорим о наслаждении чувства, это значит, что это прикольно. Встречаются молодая пара, молодой девушка, молодой парень, все красивые, замечательные, начинают встречаться. Потом женятся, потом дети появляются. И в начале вот этой романтической ситуации очень мало что остается. Появляются дети, работы, много других вещей, которые, к сожалению, никак не связаны зачастую с каким-то радостью или наслаждением. Так же или нет? Бывает, конечно, по-другому. В принципе, да? То есть что происходит? У человека вся наша ситуация, все как устроено здесь, оно подталкивает человека к тому, чтобы он перестал думать о себе и начал думать о долге для начала. То есть он научился исполнять свой долг, хорошо. Это то, о чем она посвящена, чем она говорит. Говорит, ты должен исполнять свой долг, должен исполнять свои обязанности. Потому что исполнение обязанностей, это означает, что ты думаешь уже не о себе. Исполнять обязанности мужа, исполнять обязанности жены, сына, дочери, матери, отца. То есть это все обязанности. И они, к сожалению, люди, многие воспринимают эти обязанности как помеха. Вот это помеха в жизни, эти обязанности. Их еще называют как это рутина. Слово-то про рутина. Они вообще очень негативные относятся к обязанностям, к этому словам. То есть или же мы начинаем говорить, что почему кто-то не исполняет свои обязанности, а я должен исполнять свои обязанности. Пусть муж исполняет свои обязанности. И жена исполняется, тогда я буду исполнять свои обязанности. То есть это все… Это начальная стадия того, что человек начинает думать не о себе. То есть он начинает исполнять свои обязанности. То есть его внимание, оно раз сосредоточено, оно выходит за пределы себя. Поэтому люди обычно, из моего поколения, у которых нет женщин, у которых нет детей, или же там мужчины, у которых нет жёны, детей, то есть дружиться не очень тяжело. Вот честно, не знаю, у меня такой опыт. Конечно, есть разные варианты, но обычно эти люди очень сильно считают очень сильнее. Они просто привыкли жить для себя. Поэтому дружить и общаться очень тяжело. Очень тяжело. Почему? Потому что нету исполнения обязанностей, а не сами. Ну, это такая реальность. Вы уж извините, может кому-то не нравится, давайте послужим. То есть я думаю, что какой-то опыт есть. Поэтому даже если, поэтому говорится, что если у человека, он не принимает какую-то обязанность, какую-то ответственность, то он так остаётся очень эгоистичным. То есть он остаётся очень эгоистичным человеком. Эгоистичный личный. Согласный, согласный, согласный. Поэтому первая стадия важна, да, опять же. Вопрос очень важный. Первая стадия, что я хочу любить свои обязанности. Любить свои обязанности, то есть те обязанности, которые есть. Потому что это означает, что мы выходим из недоточенности на себе. Следующий этап, что мы должны, обладая истиной. То есть сейчас время пришло приходить к этому слову. Вопрос о истине. Истина. То есть что такое истина? Мы сейчас оставим, да, если есть вопросы, давайте задавайте вопросы. Если что-то непонятное на теле, как они говорили, да. Прошу вас к вопросу. Если, в принципе, всё, ну, я стараюсь ещё. То есть живя в материальном мире, можно быть свободным от материальных желаний, что и так получается. И не надо оставаться гармоничным. Потому что свобода, она же внутри вас. Это большой забот. Да, всё припитается в этом теме. Вместе с тем, как бы, обязанность, тут же у тебя обязанности. Они спасают вас от этого, да, наши обязанности. Но они обязанность кормить своих детей. Да, вроде как это вас обращают, да. И вот опять же надо думать о том, что именно в случае. Так вот у нас представление такое о свободе, очень специфическое. У нас представление о свободе, это значит, свобода от обязанностей. Нет, свобода от материальных желаний. А материальные желания что? Поесть, попить, поспать, ну и так далее. Так никто же не говорит, что это плохо. Понимаете? Но вопрос приоритетный. Мы всё равно будем хотеть есть и спать. Но делаем ли мы с сна и еды божество, которого мы поколены? λοка развивается? waif t вот. Поэтому вопрос вопрос встает о необходимости. Есть вещи, которые необходимы, да, есть вещи, которые достаточно необходимы и они нормальны. Есть вещи, которые, вы знаете, из этой необходимости делать цель жизни. Не надо из этого не делать цель жизни, это ведь цель жизни. Если сделать и сна, от сон цель для своей жизни то есть на каком итоге тоwords. Ну, так и так будете спать. То есть делайте вместе нам в своей жизни, не делайте, вы всё равно вечером идёте, вы захотите спать. Конечно, есть люди, которые болеют, у которых бессонница, у них тяжелее с нами делается в жизни, потому что они не засыпают, не могут заснуть, у них большие проблемы связаны с собой. Но если они используют свободное время ночью, в правильном образе... Покушать. Вот если бы покушать просто и вкусно покушать, то же самое, можно как бы всё и прочее. Ну, мы сейчас в нюансы уходим немного, да, то есть сможем, потому что я хотел, чтобы вы уловили идею, потому что у меня всего дали одну лекцию, и мне нужно как бы идею завершить для того, чтобы было общее впечатление какое-то, да, о чём вещь. А то если мы сейчас оставим истину, и здесь повесим с вами на чистое восприятие, то у вас не будет заплачено с тобой. Просто основные моменты, я просто очень хочу, чтобы вы что-то уловили для себя, как-то сориентировались, поняли, что такое самоосознание, что такое чистое восприятие, что значит истину. И тогда дальше вы делаете. Всё, что очень возвышенно, оно очень просто и хорошо понятно, если хорошо объясняет. Поэтому я постараюсь хорошо объяснить, и надеюсь, что вы постараетесь понять простые вещи. А теперь поговорим об истине, да. Мы говорили о том, что, ещё раз напомню, что самоосознание – это понимание своего положения. И это очень сильно связано с чистотой восприятия. Что чистота восприятия – это значит, перебрав все возможные варианты, мы поняли, что чистота восприятия – это абсолютная адекватность, которая основана на свободе от материальных желаний. И теперь, когда мы получаем, на самом деле, серьёзные инструменты, если у человека есть чистота восприятия, человек получает очень серьёзные инструменты для того, чтобы действовать в этом материальном мире. Почему? Потому что человек, освобода от материальных желаний – это очень могущественный человек. Вы даже не представляете, насколько великое его могущество, Насколько велико могущество святых? Они безграничны. То есть, кто может увидеть будущее из нас? Никто. Они могут. Почему это? Потому что они любили колоссальное могущество. Просто благодаря тому, что они стали абсолютно декуальными. Теперь, когда мы говорим об истине, нужно понять, что же такое истина. Опять мы пытались, конечно, только самоосознание, потом пытались разобраться в абсолютном истине, истине, что-то ваше время. Закон Божий. Это очень как-то фонетично звучит. Закон Божий. Закон Божий. Вы знаете, если так подходить, то тогда мы крестьяне, мы все равно все друг друга режут. Мы имеем за один закон Божий, другим, другой закон Божий. В чем истина? Давайте еще раз. Что это? Что это? Ну, это да. Ну что это такое? Что мы не предъявляем со мной? Истина. За этим пришли храм. Еще варианты? Что ж такое? Абсолютное ознавание. Абсолютно. Слово хорошее. Абсолютно. Закон о природе. Закон о природе. И на самом деле все это правильно. Потому что сейчас время есть еще, но нужно двигаться дальше. Что ж такое истина? Есть два способа понять, что такое истина. Есть способ широкомства, понимаешь? Кто смотрит, получаешь? Проходил? Как мы говорили? Там очень все хорошо. Дедуктивный метод познания. Чем пользуется широкомство? Дедукция. Дедукция. Что это такое дедукция? Ну-ка. От общего к частному. От общего к частному. Суперформулировка. То есть, я всегда, когда я читал в детстве Шелла Холмса, я всегда не могу до конца понять, что это такое дедуктивный метод. Потом, как ты со временем начинаешь понимать. Значит, что он, Шелла Холмса, увидел разные нюансы. Он замечал все вокруг. Он не мог сделать правильные выводы. Потому что у него был сильный разум более-менее чисто в восприятии. Хотя он показался очень странным. Такой очень странный. То есть, причем, как бы, на самом деле, он такой, он не от него себе. Сильный разум. Он видел нюансы. И там даже такой есть момент, когда говорят, что ты видишь только много, но не видишь главное сейчас. Поэтому тебя беспокоят. Да, увижу я много столько частных вещей, да, следствий, но я не понимаю, в чем же цель всего этого, да, в самом конце, без такой момент. То есть, это дедуктивный метод познания. То есть, еще его называют философией, это восходящий метод познания. В чем он заключается? Вот мы сегодня с вами можем собирать много разных фактов из нашей жизни. Пытаться, собираем, собираем, узнаем, узнаем и пытаемся сложить картину мира. Ну, сколько нужно времени, чтобы прийти к какому-то заключению? Сколько нужно усилий, чтобы собрать что-то в единое и делать какие-то выводы? С учетом еще, что нет никакой гарантии, чтобы осознали себя, и нет никакой гарантии, что у нас чистое восприятие. Помните об этом. То есть, в чем проблема в этом методе? В этом методе проблема в том, что это проблема отсутствия чистого восприятия, то есть адекватности, да, или отсутствие понимания, кто же мы такие. Если у человека нет чистого восприятия, нет такого понимания, он будет следствием лениться. Совсем неадекватный. И выводы, которые он сделает, тоже очень странные. Если человек, к примеру, сидит уставший, то он скажет, что он любят. То, что у него глаза туманные и печально сидят, психически нормально. Сам человек просто устал. Сидит в таком печальном состоянии. Понимаете, да? То есть, проблема редуктивного метода, это недостатки наши, наша ограниченность, да. Как мы можем полностью собрать хорошо все эти факты на единый, прийти к какому-то выводу, это практически чем заняты ученые, да. Обратите внимание. Мы сейчас говорю, ученые, они практически все заняты на эксклюзивном методе. То есть, они собирают какие-то факты о каком-то предмете, да, делают выводы, эксперименты проводят, то, чтобы добавят корресорды, то, чтобы прийти к какому-то заключению и к какому-то открытию, конечно, вообще-то. То есть, очень много надо попросить. Это означает, мы снизу идем вверх, есть индуктивный метод познания, да. В жизни мы всегда пользуемся индуктивным методом, всегда. Хотя его зачастую, прямо, пытаюсь с грязью сравнить, да. Когда мы говорим об авторитете святых, или каких-то священных писаний, да, или бога, он говорит, ты просто фанатик, ты просто купец, ты должен сам все понять. Да, это был очень плохое восприятие этого нисходящего процесса познания. Хотя, на самом деле, мы все этим пользуемся. Как это проявляется? Каким образом? Варианты ваши какие-то стоят? Нисходящий процесс познания. Образование в школах. Вот, супер. Самое простое проявление. В школе приходит ребенок, ему говорит, дважды, дважды, четыре. Говорит, почему? Потому что я сказал. Ну, это упрощенно, конечно. Так, Ильич. Приходим мы, там, я не знаю, дальше в институт, в университет, начинаем изучать какие-то законы, да. Нам говорят, чтобы у тебя лампочка загорелась, когда мы плюс и минус и минус и минусы, мы будем соединять правильно, да, правильно подключить что-то. Нам дают определенные законы, да. Если ребенку говорят, ну, не уберись за голову и провода, да, то есть, да, он скажет, ну, почему ты это браться, мне хочется, да, он возьмется, будет определенный результат. Он уже известен, это уже факт, это уже проверено. И мы, если человек, кстати говоря, адекватность человека, зачастую, она складывается из способности слушать других. Вот это очень важно понимать. Мы очень будем говорить. Мы очень хотим, чтобы нас слушали. Говорит, нет, ты замолчи, слушай меня. Да. Мы очень, очень, очень хотим, чтобы таким образом он есть. На самом деле, чем больше человек обладает чистотой восприятия, тем больше он это сама осознает себя, тем меньше ему хочется говорить, ему хочется слушать, да. Слушать, так он выбирает источник, откуда он слушает. Очень внимательно, потому что у него есть чистое восприятие, у него есть самосоздание, он выбирает источник, откуда он слушает, от кого слушает. Понятно, да? Вопрос есть или уже потеряется у нас? Интересно. Хорошо. Итак, значит, нисходящий, да. Очень много примеров нисходящего процесса познания. Мы постоянно им пользуемся. Постоянно пользуемся нисходящим процессом познания. При этом, когда вопрос доходит до чистоты восприятия или самосознания, я буду сразу на другую сторону. Говорю, нет, у меня есть мое самосознание, у меня есть мое чистое восприятие. И ты, пожалуйста, не лезь в мое самоосознание, в мое чистое восприятие. То есть в природе вообще идея, как бы, такого бунтарского отношения, да, неразумного, оно, ну, очень негативные результаты очень часто. То есть когда человек, бунтарство, оно должно быть правильное, да, оно должно быть на уровне чистого восприятия, на уровне самоосознания, да. Когда человек бунтует против материи в пользу духа, да, это чистое бунтарство. Но обычно, ну, бунтурно наоборот, за материю против духа, да, потому что это будет вызвать, когда нам говорят свободу от внутренних желаний, но на самом деле это, ну, у меня, у меня до сих пор всегда это вызывает негодование. Потому что так кажется, что кто-то покушается на мое самое сокровенное. Потому что у всех у нас есть такие желания, которые лучше никому не вязать. То есть если кто-то говорит, что нужно освободиться, или, более того, складывается ситуация, в которой нам говорят, ты действуешь неправильно, ты должен поменять это вообще. Это что-то с чем-то. Вот здесь вот надо послушать, что после этого произойдет. То есть сразу проявится все желание к самоосознанию, к чистому восприятию, к самосовершенствию. То есть мы услышим о себе все, что даже никогда и не слышали. И неизвестно, не слышим где еще. Поэтому очень важно, когда мы говорим об истине, нужно понять, что в принципе у нас очень короткая жизнь. Семьдесят, восемьдесят, сто лет. Очень мало. И заниматься просто дедуктивным методом измышления и поиска истины, ну, по меньшей мере, это глухо. Потому что если мы посмотрим в прошлое, это множество святых личностей, которые пришли к определенным выводам и достигли очень больших высот этого, что просто нужно свои амбиции чуть-чуть поуменьшить и научиться слушать, да, принимать нисходящий процесс познания. То есть нисходящий процесс познания основан на слушании. То есть мы должны слушать, научиться слушать внимательно, пытаясь понять, что нам доносит, да. Когда мы слушаем, нужно источник. Как определить источник? Хороший или нехороший источник? Вам вопрос. Вы должны уже сейчас сами делать выводы на основе того, что было сказано. Какой же источник? Хороший или нехороший? Ну-ка. Какой восходящий, тот и правильный. Нет, мы говорим об источнике. Источник, но только другой сверху, наверное, если восходить. Ну да, это логично. Ну вот, примит, вот почему Вы должны слушать меня? Ну вообще же не должны. Стоит какой-то басик, который вы видите первый раз. Смело. Ну речь идёт, наверное, об авторитете вообще. Источник главы будет авторитетный. Авторитетный. Да, правильно. Что значит авторитетный источник? Там есть святые люди, чем руководствуют. Что происходит после восприятия? Либо мы идём на что-то с положительностью, то есть мы меняемся лучше, либо это у нас, скажем так, не разрушает или не разрушает? Да, всё это правильно, что Вы говорите, но к сути, если подойти к теме, я хотел бы Вам сказать, когда мы говорим о чистоте восприятия, мы говорим о свободе от желания. Это значит, что информация, которую мы получаем, и источник, из которого это всё исходит, должен быть какой? Чистой. Чистой. Это очень просто. То есть если человек, он приходит, говорит, на возвышенных вещах, а сам потом идёт, курит, пьёт и занимается непонятно чем, как можно говорить о том, что мы получаем какую-то истину? Давайте будем чётко это понимать, что человек, который находится в рабстве материальных желаний, он не в состоянии дать Вам истину. Есть один момент, когда он может дать это, да? Один-единственный момент. Это когда он получил что-то из чистого источника, и он передаёт это без изменений. Есть один момент. А вот здесь было сказано о вдохновении, если человек сам исследует, Вы не будете испытывать вдохновение. То есть Вы, да, Вы, может быть, воспримите информацию. Информация, в общем, может быть, правильная. Это известная история о том, как мама привела своего сына к святому. Сказала, у него с сыном есть сладости, если вы удивляете, шли же, да? Не слышали? Он попросил. Она же про чуя рассказывала. А? Да это не важно, про чуя. Веда, это известная история, то есть её как-то не привернули. Веда подписываешь на святому. Потому что обычно раньше люди шли к святым, потом уже к врачам. Я говорю, что сын есть сладость, он болеет, не могу его отучить. Он говорит, приходи через месяц. Она пришла через месяц с ним, он посадил на него и сказал, ты должен перестать есть сладость. Он говорит, я что-то не понимаю, зачем мне месяц ждала? Он говорит, месяц назад я сам ел сладость. Весь этот месяц я не ел сладость, потому что это очень цель. Веда у меня появилась сила говорить о том, чтобы не должен ел сладость. И когда он это сказал, когда говорит человек, который сам есть сладость, мы получаем определенное, как вы сказали, вдохновение определенное, определенный посыл получаем. То есть мы не просто получаем информацию, которая мертвая. Она может быть даже и правильная, но она мертвая. То есть мы выходим на смету желания или вдохновения что-то поменять в своей жизни. Это означает, что человек сам как бы слабоват, сам будет очень слабоват. Поэтому очень важен источник, нужно искать источник, чистый источник. Источник, который полностью осознал себя, источник, который обладает чистым восприятием. Более того, этот источник сам применил все то знание, о котором вы говорили. И если вы найдете такой источник, в Веде говорится, знаете, кто это для вас? А? Учитель. Учитель. Вы уже все образовывались, я не знаю, что здесь делают тогда. То есть вы все знаете. Это же очень просто. Говорится, что если вы найдете человека, который на самом деле чист своим сердцем оцепляет желание, который самоосознал себя, который получил знания об истине из такого же авторитетного источника, то, как говорится, надо принять как духовный учитель. То есть это личность. В Веке говорится, что такой человек достоин поклонения во всех трех мира. Это на самом деле очень возвышенная личность. Конечно, также мы должны понять, что, по крайней мере, если человек следует этому процессу должным образом, возможно, у него есть какие-то недостатки. Но они должны быть максималистами в таком отношении. Потому что вообще в Баба Гите говорится, что из многих сотен тысяч только один интересуется самоосознанием. Я вас поздравляю. Люди все интересуются самоосознанием. Из тех, кто интересуется из этих сотен тысяч самоосознанием только, может быть, тысяча, придет ко мне в голове. Понимаете? Очень сложно. Процесс очень непростой. Задача, на самом деле, очень непростая. И поэтому, если человек, мы встречаем человека, который очень искренен в этом процессе, хотя у него могут быть какие-то недостатки, но он не сконцентрирован на себе, не пытается избавиться от этого и работает над этим, да? И источник, из которого он получает эту информацию, он истинный, да? То есть у нас чист, он абсолютен. Или же этот источник такой же искренний, как и он, да? То мы обязательно получим одного посыла, определённый. Позыв. Мы захотим что-то поменять в своей жизни, да? Мы захотим измениться. Измениться, это значит, что мы захотим очиститься, мы захотим слушать, мы захотим понять, кто же мы такие на самом деле. И благодаря, если взять вот это всё, да, вместе взять, это есть процесс в целом, процесс самоосознания. Есть даже в Ведах, даже есть определенные слова, которые соответствуют этим трём вещам, да? На санскрите это звучит самбанда, абидея и проёжина, да? Самбанда – это знание своего положения, знание положения истины, или Бога, да? И знание, каковы же взаимоотношения. Процесс, да? Это процесс духовной практики, которую исследует человек, да? Абидея и проёжина – это цель. Цель, на самом деле, в конечном счёте заключается в том, чтобы полностью осознать свои взаимоотношения с Богом, да? Это есть высшее проявление цели, да? Потому что тот, кто считает, что он просто сам по себе – ему очень такое жалкое состояние. То есть мы не сами по себе, далеко мы не сами по себе. Тут всё очень запланировано, всё продумано, всё функционирует. Иногда, может быть, что-то нам нравится, не нравится, но есть законы, по которым всё работает, да? И понять это всё и обрести какие-то отношения именно с Абсолютом. То есть это есть цель всего этого, это есть истина. Понимаете, да? И в соответствии с Вернами такой же процесс. Теперь можно вопрос. В трёх мирах сказали, да? Что? Сказали, в трёх мирах какие миры? По Вернам существуют три мира – это высшая планетная система, средняя планетная система, нижняя планетная система. То есть если мы смотрим, например, на Луна и Солнце относятся к высшей планетной системе. Есть низшие планетные системы, которые тоже существуют и которые попадают. Кипит, ревод и так далее. Наша планета относится к средней жарочной системе. То есть здесь в равности присутствуют счастье и несчастье. Самое замечательное место для духовной практики, считается. Очень будет приятно. Потому что в дальнейших планетных системах так много страданий, что тяжело заниматься. А выше так много наслаждений, что тоже очень тяжело. У нас тут всё уравновешено. Вот так и остается устройство с этой стороны. Можно как-то развиваться. Ещё есть вопросы? Нет. Всё понятно? Я думаю, что мы закончили. Если всё понятно, значит, что нельзя. Я думаю, что, в принципе, у меня ещё было 45 минут. Но я практически всё сказал. Я постарался всё внести чуть-чуть быстрее. Если есть вопросы, задавайте. Можно тогда. Если нет вопросов по теме, можно задавать вопросы по теме. Если нет… Если нет… Если нет… Что же такое истина? Любовь. Если нет вопросов по теме, то должен быть точнее. Должен быть точнее – это что? Ну, кроме учитель. Нет. Книги, которые учитель, да? Читают там… К сожалению… Вопросы очень… Голосовы... Довольно. Голосовы… Продолжение следует...